На привокзальной площади нашли странный рюкзак. Эксперимент Думской ТВ. Проверим обеситов на бдительность. Подозрительный мужчина в капюшоне – это наш оператор. В его рюкзаке якобы лежит бомба, но прохожие об этом не знают. И никто не обращает внимания. Рюкзак долго, одиноко лежал и не вызывал ни подозрений, ни интереса. Люди проходят мимо, разговаривают по телефону, слушают музыку. В общем, живут своей жизнью. Кажется, кто-то на него посмотрел. Прошло уже пять минут, и никого не интересует наш рюкзак. И тут одиночество нашего подозрительного рюкзака было нарушено. О, видишь, рюкзаки тут застреляют. Не знаю, чей это. Аккуратно. Да чего вы боитесь? Вдруг бомба. А вдруг бомба? А мы проверим. Сейчас вызовем милицию, проверим. Да не бойся, пустой рюкзак. Тут вещи, бомб составил какой-то. Забыл. А вдруг бомба? Та-дам! Поздравляю. Это эксперимент. Ну, вы хотя бы обратили на него внимание. После этой парочки так же глухо. Мы уже даже перенесли рюкзак на более видное место. Попробую привлечь внимание людей. Слушайте, тут рюкзак какой-то. Вы можете... Тут какой-то рюкзак странный. Он не тикает? Ребята, рюкзак какой-то странный. Может... Слушайте, ребята, какой-то рюкзак тут. А? Рюкзак какой-то. Вы не слышите? Тикает он, может... Да, я как бы не хочу... Ясно, не хотите связываться. Никакой реакции. Рюкзак какой-то. Вы не слышите? Он случайно не тикает, потому что он странный. Полицейские, которые были в курсе нашего эксперимента, сообщили. За это время к ним никто не обращался. Несмотря на то, что Одесса не раз слышала взрывы, сигналы о заминировании поступают регулярно уже на протяжении года, люди безучастны. Люди, которые сознательны, которые с активной гражданской позиции, конечно, должны проявить к этому интерес. Отреагировать, потому что сейчас у нас все более усилено в реализации службы в связи с этими всеми событиями, которые происходят в мире, в Париже в частности. Неоднократные взрывы в Одессе мало чему научили одесситов. Наш рюкзак почти никого не заинтересовал. В данном случае это был просто эксперимент. А если бы мы действительно подложили бомбу? Ну, как эти какие-то интересные, как Дымская ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!